МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На улице Самары выйдет праздничный автобус Победы. В его салоне появятся фотографии участников Великой Отечественной войны. Разобрали ошибки в работе водителя общественного транспорта и обсудили, как их избежать. На базе самарского транспортного предприятия прошла информационная сессия, посвященная безопасности дорожного движения. По-новому взглянуть на любимый город в кинотеатре художественной прошла премьера фильма «Экскурсия о Самаре». В числе первых картину увидела глава города Елена Лапушкина. Города меняются для нас. Во всероссийском онлайн-голосовании за благоустройство общественных пространств приняли участие уже более 200 тысяч жителей Самарской области. Как отдать свой голос за любимую территорию? Во славу Великой Победы! В Самаре продолжают готовиться к одному из главных праздников года – 9 мая. В Парке Победы в рамках патриотической акции сегодня возлагали цветы, высаживали каштаны, пели песни военных лет и даже организовали музей под открытым небом. В мероприятии приняли участие исполняющие обязанности главы региона Виктор Кудряшов, глава города Елена Лапушкина, гости международного фестиваля антифашистской песни «Гитары в строю», волонтеры, школьники и жители Самары. Тему продолжит Ольга Павлова. Сегодня мы предлагаем вам посетить выставку школьных музеев городского округа Самары и окунуться в память о прошлом ради нашего будущего. Патриотическая акция «Во славу Великой Победы» начинается с экскурсии по музею боевой славы, который организовали под открытым небом. На 26 стендах уместилась целая история великой страны, о которой немного волнуюсь рассказывают школьники. Здесь и экспонаты, и исторические реликвии, и личные вещи фронтовиков. Буквально в то же время на площади у Вечного огня выстраиваются участники областного смотра, часовых постов номер один и воспитанники военно-патриотических объединений. В память о защитниках Родины, погибших в годы Великой Отечественной войны, объявляется минута молчания. Цветы к Вечному огню в память об ушедших воинах возложили исполняющие обязанности губернатора региона Виктор Кудряшов, глава Самары Елена Лапушкина, участники и гости фестиваля антифашистской песни «Гитары в строю», школьники и жители города. Они же приняли участие в традиционной ежегодной всероссийской акции «Сад памяти», высадив в Парке Победы новые деревья – каштаны, рябины и тополя. Ежегодно акция объединяет сотни тысяч неравнодушных жителей нашей страны, чтобы увековечить память тех, кто отдал свои жизни в борьбе за нашу свободу. И, конечно, когда мы сажаем эти деревья, так вместе, коллективно, мы вспоминаем каждого, кто погиб. И на душе очень, с одной стороны, грустные, но, с другой стороны, чувство гордости за нашу страну, которая победила фашизм. Я каждый год принимаю участие в этом замечательном мероприятии и делаю это в памяти о своем деле Григория Андреевича, который был неоднократно ранен в Великой Отечественной войне, который защищал Ленинград. Акции памяти, посвященные 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в том числе и всероссийские, проходят по всей Самаре. Готовятся в столице региона и к акции «Бессмертный полк». В этом году не будет традиционного шествия, однако организаторы разработали много других интересных форматов. Например, «Бессмертный полк» на автомобилях. Суть акции заключается в размещении на личном авто, грузовом и общественном транспорте фотографий ветеранов. Я думаю, то, что сегодня возможно сделать в рамках проведения акции «Бессмертный полк» привлечет гораздо больше участников, чем это было очно. Портреты имена героев предлагают также прикрепить или нанести на одежду. Традиционный и полюбившийся формат онлайн-шествия «Бессмертного полка» в этом году состоится. Зарегистрироваться в проекте можно до 7 мая на главной странице сайта «Бессмертного полка России». Личные кабинеты участников прошлогоднего онлайн-шествия сохранены. В Самарской области будут организованы видеотрансляции с портретами ветеранов на медиафасадах и светодиодных экранах региона. Ольга Павлова, Николай Епифанов, События. О важности патриотического воспитания жителей региона говорили на конференции Самарского отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество». Подробности в репортаже Галины Топилиной. В эпоху, когда искажается историческая правда, и в потоке информации людям сложно отделить истину от вымысла, важно иметь гражданскую позицию и апеллировать документами и фактами. Особо уязвимым оказывается подрастающее поколение. О патриотическом воспитании, его роли в жизни общества и результатах работы в этом направлении говорили на конференции, организованной региональным отделением Российского военно-исторического общества. Конференция прошла на базе мультимедийного исторического парка «Россия. Моя история». «Российское военно-историческое общество Московской области имеет опыт реализации крупных масштабов патриотических проектов федерального международного уровня. Многие из них стали визитными карточками региона всего Примонского федерального округа. И, конечно, они в первую очередь направлены на патриотическое воспитание подрастающего поколения. Мы реализуем проект «Надежда нации» на территории всех муниципальных районов и городских округов Самарской области. Для учащихся в общеобразовательной школе проводятся зимние, летние серии военно-спортивные грызорницы. Еще один проект «Строю победителей» по увековечиванию имен участников легендарного парада 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве из числа жителей нашего региона. В 2022 году исполнилось 115 лет со дня учреждения военно-исторического общества и 10 лет со дня его возрождения уже в современной России. Самарское отделение существует с 2014 года. За это время в регионе провели большую работу, направленную на историческое и патриотическое воспитание граждан. На конференции выступили представители местных отделений общества Сергиевского, Безенчукского муниципальных районов и города Тольятти. «Сделано очень много, но сделать потребуется еще больше, потому что патриотизм – это, наверное, такое, чем нужно заниматься каждый день, каждый божий день». Парад памяти и конкурсы рисунков, выставки, фестивали, мастер-классы, молодежные организации, классные часы, всевозможные акции, напоминающие о доблести наших предков и рассказывающие о подвигах героев нашего времени. Патриотическое воспитание может выражаться по-разному. В ходе конференции особо отметили работу Безенчукского местного отделения военно-исторического общества. На территории Безенчукского района проводится очень большая работа по воспитанию молодежи, духе любви к своей родине, уважение к старшим поколениям, истории своей страны. Проводится очень большая работа в части поддержки ветеранов. Конференция завершилась церемонией награждения лиц, принимающих активное участие в патриотическом воспитании на территории Самарской области. Галина Топилина, Константин Головин, События. В Самаре в рейс выйдет автобус «Победа». Это традиционная торжественная акция, которую проводит Самарское транспортное предприятие при поддержке городской администрации. Автобус украшен к 9 мая. В этом году в салоне появятся и фотографии участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, поскольку компания также присоединилась и к акции «Бессмертный полк» на автомобилях. В первый рейс отправилась наша съемочная группа. Один из лучших сотрудников автотранспортного предприятия, водитель автобуса Виталий Сычев, заботливо украшает салон своей рабочей машины. Флаги, праздничные шары, а самое главное – поддержать акцию «Бессмертный полк» в автобусе «Победы», фотографии участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Виталий признается очень горд водить такую машину. В первую очередь меня распирает гордость от того, что такая торжественная миссия доверена именно мне, поскольку я считаю, что моя история, история моей семьи тесно связана с теми событиями, которые прошли много лет назад. Мой дед был в Бресте, в первые дни погиб. Бабушка – труженица тыла. Самарские транспортные предприятия присоединились к акции «Бессмертный полк» на автомобилях. Из-за того, что традиционное шествие проводить не будут, организаторы придумали другие разнообразные форматы проведения торжественной акции. Всех у нас жителей города призывают размещать фото своих родственников, участников Великой Отечественной войны в машинах, на стеклах где-то. Ну и вот примерно в таком формате присоединяется наш автобус. Считаем, что это нужное, важное, актуальное, современное начинание. Фотографии для «Автобуса Победы» предоставили сотрудники транспортной компании и пассажиры, которые откликнулись на призыв прислать фотографии своих родственников-героев. Это, конечно, во-первых, это гордость за нашу великую родину, за нашу страну, за наших очень доблестных воинов. У меня тоже в родне дедушка был парашютистом, тоже сражался и, к сожалению, погиб. Есть память и есть понимание того, что для нас победа. С этим живем, мы на этом воспитываемся и мы будем нести память дальше. Собрали не только фотографии, но и личные вещи солдат Великой Отечественной войны, тружеников тыла. Поэтому на территории транспортного предприятия было решено сделать еще и небольшую экспозицию. Посетить музейную комнату можно будет по предварительной записи. У нас уже есть несколько заявок, это от студентов, от школьников. Также наши дети сотрудников собрались посетить данную выставку. Она очень интересная, там есть много полезной информации патриотического воспитания. До конца мая тематическая экспозиция «Музейная комната» будет работать на территории транспортного предприятия, а затем переездит в офис компании, которая занимается выпуском и обслуживанием транспортных карт. Чтобы посетить выставку, нужно обратиться в транспортное предприятие или оставить заявку по телефону горячей линии городского департамента транспорта 8 846 207 70 11. А автобус Победы будет ездить по 34 маршруту все праздничные дни. В Самаре подвели итоги апрельского месячника по благоустройству. За это время состоялось 4 субботника и 4 средника. Активность жителей возросла. На уборку города вышли более 392 тысяч человек. Это на 20 тысяч больше, чем в прошлом году. Вывезли на полигоны более 50 тысяч кубометров мусора, в том числе и прошлогоднюю листву. Это на 5 тысяч кубов больше, чем весной 2022 года. Приводили Самару в порядок как местные жители, так и сотрудники муниципальных предприятий и промышленных предприятий, волонтеры. Убирались на газонах, приводили в порядок знаковые места города, дороги, благоустраивали дворы. В ходе месячника начали высадку деревьев, кустарников, цветов. До конца июня общая площадь городских цветников, которую строят в рамках реализации программы «Цветущий город», составит порядка 38 тысяч квадратных метров. В мае и летом работы по озеленению, благоустройству и уборке продолжатся, сообщили в Департаменте городского хозяйства и экологии администрации Самары. Начался практически летний сезон. Весенний переходный период работы осуществлялись по переходу с зимой на лето. То есть основная уборка – это зимних накоплений, подготовка к мойке, непосредственно начало мойки и так далее. То есть подготовка будет к летам. В летний период основная задача – это мойка обеспыленных дорог в аккумуляторной машине, ну и также ремонтная работа. Для водителей и кондукторов Самарского транспортного предприятия прошел инструктаж от сотрудников ГАИ и Госавтодорнадзора, на котором разобрали самые частые ошибки и обращения пассажиров. А перед профилактической беседой провели награждение сотрудников транспортного предприятия за самый чистый автобус и за активную помощь в проведении месячника по благоустройству. Подробности в нашем сюжете. Автобус экипажа Игоря Бурнашова и Татьяны Насыровой видно издалека. Пассажиров, стоящих на остановке, приветствуют мягкие игрушки и фигурки-забиваки. Это увлечение началось с одного игрушечного кота, который понравился всем пассажирам. Теперь этот автобус регулярно повышает настроение всем, кто в него заходит. Главная задача экипажа – создать комфорт всем пассажирам. Как бы ни было тяжело в этой жизни, там вообще просто рано встаешь, эти пробки, ну делаешь когда с душой работу свою, в первую очередь, да, и думаешь про них, что вот они идут на работу, стараешься им сделать свою теплоту, что ли. Они заходят и тебе говорят большое спасибо. Они нам тоже очень сочувствуют, переживают вместе с нами. Игоря и Татьяну наградили за образцовое содержание автобуса в чистоте. Они в период месячника по благоустройству лучше всех подготовили свою машину к работе в летний период. Также на собрании работников транспортного предприятия наградили и тех, кто активнее других помогал приводить в порядок территорию автопарка, высаживать цветы и очищать газоны. К праздникам, к дню автомобилиста и так дальше, да, мы всегда поощряем водителей, кондукторов, тех, которые добросовестно выполняют свои обязанности, тех, на которых все остальные должны равняться. А после награждения перешли к информативной части. Приглашенные сотрудники ГИБДД и госавтодорнадзора провели инструктаж для водителей и кондукторов, разобрали самые частые ошибки в их работе и рассказали, как можно это исправить. Эти вопросы поднимаются и на комиссиях по безопасности движения и городских округов, и на межведомственной областной. Хотя бы, ну, стараемся раз в квартал однозначно. А так, по необходимости. Также стараемся рассматривать уже поступившие жалобы обращения непосредственно от пассажиров в наш адрес с присутствием представителей того или иного предприятия. Учитывая, опять же, что пассажиры перевозки у нас повышена ответственность, мы должны на эти моменты все внимание застретить. Водитель автобуса у нас должен быть примером для других участников дорожного движения. Разобрали недочеты и на конкретных примерах, о которых пассажиры указывают в своих обращениях на горячую линию транспортного предприятия. На самом деле, это для нас обратная связь, которая поступает от пассажиров, она важна. Вы можете обращаться на горячую линию перевозчика, в социальные сети ведем активно. Раз в месяц мы собираем вот эти вот все обращения, анализируем и проводим разбор по каждому обращению. Подобные инструктажи проводят несколько раз в год, а если произошла ситуация, которая требует оперативной реакции, то водителя или кондуктора сразу вызывают на разговор. В крайнем случае могут применить и штрафные санкции. Сергей Кизоркин, Андрей Горгуленко, Петр Пламеев. События. Самарские трамваи продолжают оснащать камерами видеонаблюдения. Это один из вопросов, которым уделяется внимание на ежеквартальных заседаниях городской комиссии по безопасности движения. Подробности у наших корреспондентов. В городском депо муниципального предприятия трамвайно-троллейбусное управление на улице Мичурина кипит работа. Специалисты компании-подрядчика устанавливают в вагонах трамваев камеры видеонаблюдения. В первую очередь это делается для безопасности пассажиров. Не секрет у нас там. Разного рода бывают и происшествия, и инциденты, связанные с тем, как себя ведут пассажиры трамваев, что они иногда делают. И когда есть камеры, это первоисточник, к которому можно обратиться, посмотреть, как то или иное событие начиналось, как оно развивалось. Первые камеры видеонаблюдения в самарских трамваях установили перед чемпионатом мира по футболу. Тогда оснастили приборами видеофиксации 177 вагонов. В 2023 году подрядчик оборудует 20. В каждом вагоне будет размещено по 6 камер. По требованию законодательства в кабине водителя устанавливаются видеорегистраторы. 25 часов непрерывной съемки с функцией повтора. Приборы помогают разрешить спорные ситуации. На проспекте Ленина был у нас случай, когда машина там подрезала, и трамвай в нее въехал, и камера дает доподлинно, что, допустим, водитель автомобиля трамвай подрезал, резко сделал перестроение из одной полосы в другую, и трамвай не успел вовремя остановиться. Конечно, такие случаи есть, поэтому мы эту работу продолжаем и будем продолжать. Камеры призваны не только помогать заботиться о безопасности пассажиров, но и дисциплинировать их. Все, что происходит в вагонах, видно на мониторе в кабине водителя. Видео и звукозапись сохраняются на жестком диске. В случае необходимости они передаются правоохранительным органам. Оборудование совершенствуется, и поставлена задача о том, чтобы не просто проводить видеонаблюдение и хранить запись, архив в течение 30 суток, но еще и передавать по запросу специальных служб видеоинформацию в режиме онлайн. Система видеонаблюдения, которая в настоящее время монтируется, отечественного производства, сертифицированная. По контракту подрядчик должен установить камеры в 20 вагонах до 24 июня. После завершения работ в общей сложности современным оборудованием будет оснащено 232 вагона МПТТУ. Устанавливать видеокамеры продолжат до тех пор, пока ими не будет оснащен весь подвижной состав. Повышенное внимание уделяется подвижному составу, который следует по улицам с напряженным дорожным трафиком, например, по Новосадовой. Светлана Тимофеева, Григорий Плешаков. События. Камера мотора снята. В Самаре прошла премьера фильма-экскурсии «Необычные». Историю о любви к родному городу сняла группа молодых самарцев при поддержке администрации города. Оценить 18-минутную короткометражку приехала глава Самары Елена Лапушкина. Наша съемочная группа готова поделиться подробностями. По-новому взглянуть на любимый город. В кинотеатре художественной прошла премьера фильма-экскурсии по Самаре «Необычная». 18-минутная короткометражка рассказывает об областной столице и показывает ее истинную красоту. Фильм создан по заказу администрации города. Увидеть и оценить его приехали глава Самары Елена Лапушкина, депутаты районов, руководители профильных ведомств, а также друзья и коллеги актеров. Планировался фильм, который расскажет самарцам про Самару. Напомнит, какая у нас красивая, какая у нас добрая, как у нас много замечательных традиций, как у нас много замечательных мест. И в принципе покажет настроение нашего города. Фильм получился, мне кажется, гораздо шире. Очень надеюсь, что его будут пересылать своим родным и близким, делиться им. И все-таки хочется, чтобы каждый любил наш город. По-разному, но каждый. По сценарию главный герой хочет перевернуть представление своей девушки-художницы о том, что Самара – это обычный город. Для этого влюбленные отправляются на экскурсию, где в роли гидов выступают местные жители. Поиски красоты в городе превращаются в поиски красоты внутри себя. Над проектом команда начала работу летом прошлого года. Съемка любого фильма – это всегда сложный и интересный процесс, рассказывает режиссер Андрей Петриков. Однако справиться с работой удалось, и результат более чем порадовал. Мы начинали в августе проект, и у нас были дни, когда мы в один день утром писали сценарий, днем бежали на пляж и снимали, чтобы не упустить солнце, а вечером проводили кастинг актеров. Трудность была, наверное, в сроках успеть снять, пока август, сентябрь и еще немножко октября. Красота вот эта вот вся нас окружает, и мы успели. По словам актеров, во время съемок чувствовалась большая поддержка. И это самое ценное для творческих людей. Мы настолько кайфовали, нам настолько помогали все люди. Вообще город, мне кажется, помогал. То есть погода, природа, все играло на то, чтобы мы сняли этот фильм. Мне кажется, он просто сам по себе жутко трогательный. Он такой теплый, он такой нежный, необычный. Каждая секундочка этого фильма, она вот сюда, со мной сердечко. В фильме не обошлось и без сложных технических сцен. Для их съемок понадобилось действительно большое количество дублей. В первом кадре раз в 40 меня точно переворачивали. Я висел какое-то время, они про меня забывали. И я там уже говорю, ребят, давайте как бы обратно. И меня специально держал человек, чтобы я был вот в этом вертикальном положении. Мне еду туда передавали, потому что меня так закрепили, что я не мог спрыгнуть и так далее. Но это было самое яркое в любом случае. И она говорит, что Самара – это обычный город. И я хочу перевернуть ее представление об этом. Зрители работу тепло приняли и высоко оценили. Для многих она откликнула с глубоко в сердце. Я сама, как человек творчества, настолько вдохновлена. И у меня, прежде всего, это откликнуло с груди, в эмоциях, в моих чувствах. И я поняла, насколько действительно очень дорог этот город. Для меня этот фильм – это как визитная карточка нашего города. Я считаю, что это очень круто, что ребята занялись. За 9 месяцев они сняли вообще реально очень крутую короткометражку. Он очень емкий, очень красивый. И вот эта история о том, что ты видишь глазами в Самаре, когда ты идешь, и то, что они передали на экране, это было очень круто. Знаешь, у меня сейчас ощущение, как будто это мой город. Слушай, а ты той стороной нарисовала? Ну, если хочешь, можешь и картину перевернуть. Ксения Баканова, Николай Епифанов, События. Самару 7 мая накроет сильные магнитные бури в 4 балла. Такие изменения сильно действуют на метеочувствительных людей. Магнитные бури вызывают головную боль, повышенные или пониженные артериальные давления, общее недомогание. Может снижаться внимание и работоспособность, появится сонливость. Чтобы смягчить воздействие солнечных возмущений, специалисты рекомендуют пить больше воды, исключить вредную пищу, соблюдать режим отдыха, сна и больше времени проводить на свежем воздухе. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. В Самарской области за объекты благоустройства проголосовали почти 226 тысяч человек, информирует телеграм-канал городской администрации Вести с Дворянской. Всероссийское онлайн-голосование проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В этом году в России на обсуждение вынесли свыше 5 тысяч объектов. За две с половиной недели за них проголосовали 6,5 миллионов человек. В Самарском регионе в голосовании участвует 105 общественных территорий. За эти пространства проголосовали 225 тысяч 828 жителей. Отдать свой голос за любимое общественное пространство можно на странице 63.городсреда.ру до 31 мая. Проголосовать может каждый россиянин старше 14 лет. Департамент экономического развития, инвестиций и торговли администрации Самары совместно с туроператором по внутреннему туризму «Сказко-странство» и приглашают на бесплатные экскурсии гостеприимный горожанин. 5 мая с 18 до 21 часа экскурсия «Модерн в Самаре». Гости узнают о самых красивых особняках города, архитекторах и о людях, которые жили в этих домах. Количество мест на каждую экскурсию ограничена. Запись ВКонтакте. Подробности в телеграм-канале Департамента экономического развития Самары. Телеграм-канал Куйбышевского района Самары рассказывает, что в честь празднования Дня Победы в районе пройдет ряд мероприятий. Например, 6 мая в 11 часов при поддержке Департамента культуры и молодежной политики администрации города, а также Дома культуры «Заря» состоится праздник «Крылья Победы». Местом проведения выбран Ерик Парк в Волгаре. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова